Приехали мы в музей. Здесь можно поклакать немножко. День просто игрушки, петля эти какие-то классные штуки. Ребята, здравствуйте. Сегодня вы в гости у нас в музее. Музей называется Петровская игрушка. Это наш Костромской традиционный промысел. Название промысла идет от лагания деревни, в котором промысел зародился. Есть такая небольшая деревенька в Сусанинском районе, где-то в 90 километрах от Костромы. И вот в этой деревне давным-давно занимались мужчины и не было, которое занимается раньше. Наверняка вы знаете, кто такой один человек. Вот так вот. Кто мне ответит на этот вопрос сложный? Есть такие? Ну-ка, мои летают разные деревьев. Петровская игрушка. По этой помощи электричества. Быстро-быстро. Раньше это не только в дом. Это было по-другому. Допустим, я не знаю, что в доме 60 лет уже кто не работал. Раньше ножом было по-другому. День, днем, вот так кружочек и кружочек. Раньше, ребята, те, кто делали посуду, мы выяснили. И скрины тоже вы выяснили. Это наша главная героиня в Петровской игрушке, зовется Макоши. Покровительная женщина в здоровье и судьбе. В ней женщины обращались, прося удачи. Она еще была покровительницей рукавели. Она сама была... Это наш грозный олень. Перун громовержец. И день его... Как вы думаете, мужской день какой? Правильно, четверг. По четвергам мужчины молились. Перун громовержец, прося силы, удачи, воины в бою. А крестьяне у громовержеца просили... Урожай. Урожай. А именно, что не хватало у громовержеца? Что можно было попросить? В какой погоде? Дождя, конечно же. Он покровитель всей земной и небесной лаги. Именно он отвечает за громи молнии и лошади. Отсюда и поголоверка на дорогу. Вы помните? Про четверточку. То ли будет, то ли нет. Вот он, оказывается, какие смыслы в древних наших пословицах и поголовках. Кстати, орнамент на груди у нашего оленя. Вот здесь мы видим как разточечки дождя. Ну и солнечный знак, который присутствует на многих других игрушках, тоже мы видим. Деление на восемь частей. Четыре части. День делится на четыре части. Это малый солнечный круг. И четыре части. Это большой солнечный круг. И будет это... Время на года. Иначе говоря, это деление на год. Ну, вот у Макоши у нас стоящие хлеба. И именно она отвечает. Другой клетке. Вот здесь еще один есть орнамент. Вот тромбическая клетка. Это символ плодородия. Называется засеянные поля. Если тут нет в клеточке, то это будет просто вспаханное поле. Вот каждый орнамент говорит и отвечает на слово. Вот символы плодородия. У коня на груди орнамент называется лестница в небо. А сам конь наш, говорят, коллагрифы. Отчего же конь наш коллагрифы? Потому что он сделал коллагрифы. Вот такая версия у нас есть. Потому что коллагриф. Два слова сюда заключено. Коллагрифа. Коло около коловорот. То есть круг. Круглая грива. Вот о чем говорит наш конь. А как конь посланник солнца. Золотогривый день везет, черногривый ночь. Есть другая игрушка, очень похожая на то, что я сейчас брала. И здесь у нас всадник мужчина. Тазьбург. И не может отвечать за малый солнечный труд. И не может отвечать за темный день дня. Вот такие вот разные наши игрушки. Все, это три стульки. А есть... Ну и то, что коллагриф мы тоже не случайно назвали. Ведь... А, раз, два, 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 два. А еще в этой игрушке два. На свадьбе молодой мамы говорили. Жить вам ладно, да не ссориться. И дудеть в одну дуду. Да. То есть можно играть в пары. Один играет в главную форфию. Другой подыгрывает. И таким образом рождается мелодия. Удивительно, что даже невеста делала вышивку на своем сарапане в виде двух уточек. А молодые люди, чтобы избранница поняла, что он ее выбрал себе в невесте, дарили девушкам украшение в виде уточек. Это было как пожелание, что он хочет тебе женится. А что на свадьбе вот живых птиц приглашали. Ставили перед ними грудочки. Без каких блюдечек уточка и серезин. Вот таким образом звучат соединенные дверцы с тутси вместе. В принципе, можно соединить игрушки и другого образца. Но так сложнее играть. То есть можно взять одновременно и играть парой. Ну, держать так очень неудобно. И можно уронить. Есть игрушки шуточные в нашей Петровской игрушке. Как вы думаете, как дается этот персонаж? А кто-нибудь, может быть, вспомнит посыл Коротчева? Свиньи. Похоже на свиньё. Правильно. Вот такая шуточка воплотилась в наш удивительный образ. Вы свиньи не товарите. Конечно, тоже свисток у поросёнка в пятачке. А здесь свисток. Ну, и посуду тоже наши мастера умели превратить. Здесь стульку, да. Вы видите, что здесь у нас дырка в горшке. Нельзя наливать воду. Вот такие звуки изжаются. Но чуть больше есть такая игрушка. И всё это делается в паре. Из длины. Вот такое разнообразие. Свистули. Образов, конечно, намного больше. И каждый образ за что-то отвечает, что-то несёт, символизирует. Для того, чтобы понять, нужно вообще окунуться в мир народного искусства. Изучить его, понять и разгадать все тайны. Ну, а кроме игрушек свистящих, в старину, как и сейчас, в современном мире были игрушки. Граматухи звались. Вот такое название. Граматухи и граматухи. Внутри, как вы думаете, что у нас там? Крупа. Крупа сгорит. Температура 900 градусов. Конечно же, та же самая длинная шарик. Что желается? Разумно жить. Минутой дорожить. Поэтому, когда загадываете, думайте о том, чтобы всё-таки желание было сбыточное. И чтобы не что-то загрузочное было, а то, что желательно сбудется. И то, к чему вы можете приложить свои усилия и помочь, чтобы это желание сглось. Молодцы. Всем сейчас и второму ряду тоже не забудьте. Сзади вас ещё ребятишки сидят, они тоже хотят что-то загадать. А кроме этого, такими погремушками играли дома. И на улице катали по полу и приговаривали. Колесо с горы катись весной красной обернись. Все игрушки были направлены на урожай. И нас рисовали, и наедривали для того, чтобы... О, ведь это давайте следующее. Колесо с горы катись. Видите, как катается, интересно. Колесо с горы катись весной красной обернись. Колесо с горы катись весной красной обернись. Вот так вот. Ну, все, давайте заканчиваем. То есть посмотрели, какая удивительная вещь, маленький такой шанс. Если говорить о бедушке, то вот работы Павла Алексеевича и служит эталонок. И очень часто мы так делаем именно с вот этих работ или с фотографией, которые у нас есть, которые сделал когда-то Павел Алексеевич. Никаких вопросов про игрушки нет? Хорошо. А знаете ли, вот это существование каких-то других игрушек, глиняных в нашей России? Какие игрушки вы знаете под названием? Что есть у нас? Ну, наверное, одну-то сушку узнают, так можете. Ну, матрешки, это не глиняная игрушка. Так, молодец, одна уже есть, Дымковская, раз. Перимоновская, два. Я забыла двумя, там, по свету, синий, с голубой. Это уже молодцы, это к жеве, я поняла, о чем ты говоришь, но это не совсем игрушка, это паркор. Игрушка, надо сказать, слово игрушка, оно очень интересное. Вот я вам что делаю на игрушках? Прикольно, молодцы. Играла. Так вот, даже про Дымковскую игрушку, и нам так говорят, модная, накомодная, она как статуя стоит. Да, именно так говорят про игрушки, не статуя, а именно статуя. А вот назначение игрушки, в первую очередь, это звучать. Звучать или так, или звучать, как свистушка. И именно тогда она становится игровой. Ну и продолжение нашего разговора хочу вам открыть и рассказать, и вы мне будете подсказывать, какие же игрушки есть у нас в России. Из тех, которые существуют сейчас. Итак, вы мне уже назвали две. Я вам их достаю. Это? Нет, вы мне называли. Это Тульская область. Какая яркая. Какая яркая. Анилиновые красители. У этой игрушки глина беложгущая, в отличие от нашего севера, куда я спрятала горшок, который глина красная. Вот. Итак, прямо по белому черепу. Нет, тебе подойдет. И раскрашивают. Кстати, символика на игрушках очень похожа на нашу. И если вы пойдете дальше, вы там увидите те же солнышки, которые есть на нашей игрушке. Итак, тоже игрушку, которую вы назвали, я достаю, чтобы вы уже ее знаете. Итак, это Динковская область. Конечно же, барыня модная, внуководная, Динковская, нарядная. Кстати сказать, чем же отличается Динковская игрушка от других, как вы думаете? Вот это раскрашено, и это раскрашено. То, что в Динковской игрушке насыщен, там русские цвета. Игрушки обязательно полы. Она слепленная, из красно-жгущей глины, и ее белят. То есть, видите, она побелена, в отличие от филимоновской игрушки. И лишь потом по белому фону раскрашена. И один из главных элементов, который нет больше ни в одной игрушке, это сусальное золото. Такие ромбики, которые обязательно украшают. Кстати, ромбик это символ земли. Точно такая же символика и у нашей Динковской игрушки. Итак, сейчас вам достану еще одну достаточно известную игрушку. Может, кто-то знает, как она называется? С севера с нашего. Нет! Молодец! Старгопольская игрушка Архангельской области. Это вот тот самый конь, двуголовый, день и ночь. Тень и толка. Еще второе название у нашего коня. Ну, а сейчас, конечно, достану игрушки, которую вы, наверное, как совершенно не знаете. Такая вот тоже глина, достаточно интересная, кремового цвета, раскрашена. Здесь подписана. Она, но... Это Калужская область, игрушка Хлудневская из деревни Хлуднево. Название любой игрушки, это место, где она родилась. Вдруг вы начнете изучать игрушку, то знаете, название говорит о месте, в котором произошло, что уже и наша Петровская. И еще одна игрушка. Это Липецкая область. Игрушка называется Романовская. Раньше был город Романов. Поэтому игрушка Романушка. Вот именно эта парня назовется Романушка. Вот такая вот нарядная, большой широкий воротник. И выражение еще у них раньше такое было разрядилось, как Романушка. От того, что вот видите, у нее так шея широко украшена, на шею одевали стеклянные бусы. Может быть, у кого-то на елку есть такие бусы. Представляете, именно такие стеклянные бусы надевали романовские женщины, чтобы украсить. А чтобы уберечь свою шею от стекла и ее не порезать, свою шейку, делали большие такие ажурные с рюшами воротники, чтобы остаться целыми и не вредить. Там лепит, можете посмотреть. Он не убежит, Михаил Александрович. В магазине там можно купить. Засвистил уже. У нее у бабушки вот такие горшки были. Типа брак. Еще раз. День добрый, уважаемые. Значит, в перерыве между соревнованием «Безопасное колесо» нас повели в музей Петровской игрушки «Свистульки». Ну, что сказать. Я, блин, был пораженный. Дети тоже. Оказывается, я не знал, что в Нерехте отставить. В Костроме есть свой промысел вот таких вот игрушек. Значит, рекомендую всем. Адрес загуглите, посмотрите. Цены приемлемые. Вот. Купил крысу себе свистульку. Ну, не себе, а домой на Новый год. В общем, красиво. Все здорово. Там прям сидит мастер. Все показывает, делает. И очень много всего. Всем привет. Лайк, репост. Подписочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...